Главной темой заседания стал отчет главы муниципального образования председателя городской думы Юлии Рокотянской. Рассказывая о работе гордумы в 2018 году, она отметила, что в отчетном периоде велась реализация 14 муниципальных и 3-х ведомственных программ среди новых программ формирования современной городской среды. В прошлом году было отремонтировано 14 дворовых территорий, в этом запланировано 17. Ремонт дворовых территорий находится на личном контроле депутатов. В 2018 на 10 лет продлен срок действия моратории на застройку зеленых зон, предусмотрен на развитие существующих и организация новых парков и скверов. Также в 2018 появилась новая муниципальная программа о развитии городских окраин города Рязани. Сейчас ведется работа над проектом. Депутаты подготовили свои предложения. В приоритете ремонт дорог, освещение, озеленение и транспортное обслуживание жителей поселковой части. Планируется, что эта программа будет сформирована и утверждена администрацией Рязани в текущем 2019 году. В 2018 году поступило 281 письменное обращение, в том числе 208 от граждан, 78 от объединений граждан. Устно по различным вопросам обратились 304 человека. Обращения заявителей касались доступности городской среды, благоустройства, состояния дорог, уличного освещения, капитального ремонта домов, работы и транспорта, а также развития образования. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки. В рамках развития международного сотрудничества в 2018 году Рязань принимала официальные делегации городов Лович, Александрия, Генуя, Мюнстер, Рюссиир. Две официальные делегации направлены в города Сюньчжоу и Мюнстер. Велась разработка проектов новых соглашений о сотрудничестве с итальянскими городами Александрия и Генуя. Соглашение с Александрией уже подписано в феврале этого года. Текст соглашений с Генуей доработан. Мы его планируем подписать во время визита итальянской делегации, предположительно в период празднования дня города Рязани. В декабре прошлого года Рязань победила в конкурсе на звание новогодней столицы 2020. По словам главы муниципального образования, это положительно скажется на туристической привлекательности Рязани. Денис Леева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».